Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН. Разработчики завезли нам на продажу за полторы тысячи золота Т25. Перед тем, как начнем его обсуждать, хочу попросить каждого из вас поддержать мой канал в развитии. Ребята, вы можете поддержать его путем подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий. Обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, честные обзоры техники такой, какая она есть. И товаров в магазине, такими, какие они есть. Ребят, если вы имеете возможность финансово поддержать канал, есть донатная ссылочка в описании к данному видео. И можете отправлять свои подарочки через игровой магазин. Я вам буду безумно благодарен и обязательно сделаю обзоры на все, что вы пришлете. Спасибо вам огромное за благовременно, за то, что поддержали канал в его развитии. Без вас, ребят, каналу нет возможности развиваться. Ну, есть правда, она такова. Итак, Т25. Что собой представляет, обсудим чуть позже. Давайте обсудим сначала само предложение, потому что предложение я лично считаю вкусным. Сейчас объясню почему. Давайте сразу посмотрим, почем стоит у нас, ребят, премиум аккаунт. Премиум аккаунт стоит у нас 1000 золота за 7 дней. Соответственно, 14 дней обойдутся в 2000 золота, если брать без какой-то акции. Здесь же вам предлагают за 1500 золота, помимо самой машины премиумной, 14 дней према. То есть само предложение, оно уже выгодно хотя бы на 14 дней према, которые, возможно, должны были быть когда-то куплены вами, но по чуть большей стоимости. Если вам не понравится Т25 и вы его продадите, вы оставите себе место в ангаре. Место в ангаре у нас стоит, ребят, 250 золота. Таким образом, на данный момент вы уже получаете больше, чем стоимость, в принципе, всего этого набора. Что касается камуфляжа, я к камуфляжам отношусь крайне, крайне спокойно. Мне хватает тех камуфляжей, которые выпадают мне из каких-то контейнеров, либо проходя какие-то ивенты. Короче говоря, мне их хватает абсолютно с головой. Соответственно, я не вижу смысла тратить на них золото и уж тем более реальные деньги, чего и вам не рекомендую. Лучше потратите их на какие-нибудь годные хорошие премиумные, либо коллекционные машины. Что же касается еще вкуснятины, которые сюда положили, я не говорю, безусловно, об оборудовании. Оно копеечное на пятом уровне, а вот что касается Х5, ребят, то они подходят на все виды танков. На любом танчике катаете и, соответственно, прокачиваете себе ветку. Таким образом, ребят, получается, что за полторы тысячи золота вы реально получаете товара приблизительно на, ну, грубо говоря, там, две с половиной тысячи золота сразу. Ну, вот просто сразу. Если оценивать 250, две тысячи здесь, ну, и, соответственно, пускай 250 тоже здесь. Хотя, я думаю, что если бы разрабы продавали, то, наверное, продавали бы дороже, чем 250 золота за 10 сертификатиков Х5. Вот поэтому, ребят, я и считаю, что данное предложение очень заманчивое и очень вкусное. Что касается самого танчика. Ну, в первую очередь, следует отметить, что данная машина абсолютно картонная, прям полностью. Самое крепкое место, которое я смог найти, 61, с учетом приведенки вот здесь вот в башне. И то ее не хватает, пробивают все. Приведенка здесь, ну, как вы видите, просто на словах, по факту приведенки как таковой и нет. Просто есть маленький-маленький такой наклончик, в который, в принципе, ну, как бы, который особо приведенки не дает. И вас сюда будут пробивать все, кому не лень. Да и выцеливать особо сюда не будут, потому что проще бить вас вот сюда, там, где у вас от 40 до 50 броня борта. Вообще просто картон. Как не остановись, тебя все равно пробьют. Корма, фугасы ловит. Мама, не горюй. Короче говоря, это просто-таки коробка. Коробка, ребят, от стиральной машинки от какой-то, либо от микроволновой печи, которую можно пробивать, в принципе, пальцем. Поэтому, ребятушки, даже минус 10 углы склонения орудия вниз все равно вас не спасают. Потому что, если вы даже круто спрячете полностью всю свою тушу за каким-нибудь укрытием и будет торчать только башня, то, как я уже сказал, в башню вам все равно будет прилетать просто-таки на ура. И это не доставляет абсолютно никакого удовольствия в боях. Что касается самого орудия. Орудие по заявленным характеристикам, в принципе, хорошее. 160 единиц урона. Ребят, это показатель танчиков на 6-м левеле. Вот сейчас перекинемся на 6-й уровень, посмотрим коллекционки, допустим, на Киборга. Киборг, 6-й уровень, имеет 160 единиц альфы. Это при том, что это 6-й уровень и это тяжелый танк. Здесь же вам предлагается 160 единиц альфы на уровне ниже. И это действительно приятно, это действительно прикольно. Но есть только один маленький нюанс. Маленький нюанс заключается в том, что, несмотря на то, что 160 единиц альфы, это та цифра, которую сейчас разработчики вкладывают во все практически ивентовые машины, ежемесячных ивентов, или как они там называются. Так вот, здесь батл пасс. Вот, сейчас вспомнил. Так вот, в батл пассах у всех практически машин 160 альфы. Вроде бы классно, на 5-м уровне 160 альфы. Но, ребят, вам необходимо пережить время перезарядки в 7,2 с учетом картонности данной машины. Разброс заявленный, в принципе, хороший. Время сведения тоже хорошее, ребят, по заявленным цифрам. Но играется на этом танке, даже с вот этими всеми показателями, очень туго. И ваш ДПМ, заявленный в 1330 единиц, он реально реализуем только в случае, если вы подъехали сзади к какому-нибудь спящему противнику, в вас никто не стреляет, а вы отбрасываете каждый раз, как только перезарядились. Это единственная вероятность, в которой вы можете реализовать свой заявленный ДПМ. Так вот, ребятушки, что касается самой машины, еще хотелось бы уточнить то, что данную машину вы можете получить абсолютно бесплатно. Открывая большие контейнеры, которые периодически обновляются, вы можете забрать себе Т-25. В принципе, как шанс невелик, но он есть. То есть он есть, он лучше, чем забрать, допустим, Черчилля 3. Я, честно говоря, его именно с этого контейнера и получил. Т-25 имеет шанс 0.14, он очень маленький этот шанс, но он существует. Ну что, по поводу машины, вроде бы все обсудили, то, что можно было обсудить. Теперь давайте выкатим ее из ангара в первый попавшийся бой, но и попробуем сыграть на нем. Как на нем необходимо играть? Я не скилловый игрок, я никогда не даю суперсоветов, куда как ехать, какие респы занимать, там с респа куда катиться, какие точки занимать и так далее. У меня нет 70% побед, и я ни в коем случае на своем канале никогда не буду никого учить играть. Это вообще, в принципе, глупо. Каждый играет так, как ему нравится. И поэтому, ребят, я могу только давать какого-то рода советы, которые могут помочь вам плюс-минус лучше отыграть, чем это может быть, еще до того, как вы сами приспособитесь к машине. Как приспособиться к Т-25? Да очень просто. С учетом картонности данной машины, первое золотое правило, которое вы должны запомнить, это то, что вы ни в коем случае на Т-25 не должны выезжать напрямую к соперникам. Как только вы попадаете, будь то вы сами или вы со своими союзниками попадаете к соперникам на короткое расстояние, в первую очередь разбирать будут вас. И поверьте мне, кто бы рядом с вами не стоял, все равно первой мишенью будете вы. Вот даже сейчас при вот таком вот раскладе, даже вот если вы выйдете с вот этими вот двумя товарищами четвертого уровня, скорее всего в первую очередь разбирать на запчасти начнут именно вашу технику, а не технику ваших союзников. Поэтому, ребят, первое золотое правило, которое вам необходимо запомнить, это то, что Т-25 не терпит прямых столкновений с вашими врагами. Теперь, что касается второго. Второе правило заключается в том, что сводись до последнего. Если вы будете пытаться отыгрывать на данной машине быстрые бои, то есть когда вы быстро перемещаетесь по карте, хотя на Т-25 это сделать очень сложно, машина особой подвижностью не обладает, поэтому рассчитывать на то, что вы бодренько будете перекатываться с позиции на позицию, я бы вам не рекомендовал. И это, кстати, еще один минус машины, потому что когда вы попадаете в какие-то экстремальные ситуации, убежать оттуда опять-таки у вас не получится. Так вот, что касается сведения. Если вы не будете полностью нормально сводиться, вы не будете нормально точно стрелять. Данное орудие, у него какой-то, знаете, вот прям зашкаливающий процент промахов, в случае, если вы полностью не свелись. Поэтому вторым правилом однозначно должно быть у вас свестись на все 100%. И только после этого уже начинать в кого-нибудь стрелять. Что касается плюсов по данной машине. Ну, плюс данной машины заключается в том, что данная машина фармит все-таки немножко лучше, да, там, чем обычные проходные машины. Поэтому, может быть, для тех ребят, которые прям совсем не оплодают какими-либо премиумными машинами, им не на чем фармить серебро, в принципе, это какой-никакой, а выход. Хотя рассчитывать на то, что вы реально будете много получать дохода, играя на данной машине, ну, я бы не рекомендовал. Все-таки коэффициент фарма не сильно большой, поэтому гор серебра, уж тем более на пятом уровне, вы собрать не сможете. В целом, даже если оценивать орудие прям вот совсем через призму такого идеального сочетания событий, то идеальное сочетание событий для данного орудия, это если есть много ваших союзников рядом с вами, которые на себя отвлекают ваших соперников, пока вы перезаряжаетесь и отбрасываете. В таком случае вопросов нет. Вы действительно по 160 единиц альфы забрасываете, делаете больно неприятно, помогаете разбирать. С учетом времени перезарядки, да, у вас не сильно часто будет получаться добирать ваших соперников, потому что, как правило, ваши союзники перезаряжаться будут быстрее. Но, ребят, в свою пользу и свой вклад в победу вы, безусловно, вложить сможете. Вот сейчас Хедзер убегает, я больше чем уверен, что если сейчас я до него не доеду, его доберут другие товарищи, мне бы очень сильно хотелось заполучить четвертый фраг в данном бою. Но, видите, даже закинув 180 с копейками, мне не хватило для того, чтобы его забрать. Так, ну что, Хедзер, давай в ангар и смотрим на наши результаты. Результат по бою 4 сделанных фрага. Но сказать, что это 4 честных фрага, таких вот, которых ты сам разобрал, нет, безусловно. Я просто добирал в большинстве своих недобитков, но в нескольких товарищей все-таки урона закинул. Итак, с вот таким вот боем, 990 единиц урона, будем говорить, 1000 урона, 4 сделанных фрага, знак классности второй степени, ребят. И что касается нашего с вами результата по фарму, я бы сказал, что он очень-очень скудный, в районе 35 тысяч с учетом активированного прем-аккаунта. Если я правильно помню, то бустеры я не включал, сейчас на всякий случай перепроверим. Что касается результативности по команде, то второе место в команде по урону, и этот результат можно, в принципе, держать, иногда даже попасть на первое место в команде по урону, как я уже сказал, выполняя те основные правила, которые я озвучил ранее. Но что касается бустеров, бустеры включены у меня не были. Итак, ребят, это было не то чтобы честный обзор на Т-25, это была просто показательная катка, первая попавшаяся на данной машине, но из-за цен, в принципе, самого предложения за 1500 золота. Покупать или не покупать, безусловно, выбор за вами. Ровно как и выбор за вами, поддержать или не поддержать развитие моего канала, а мне бы очень сильно хотелось иметь огромное количество друзей в этой игре и снимать видео исключительно для вас. Спасибо вам большое за просмотр, мира вам и спокойствия. Пока-пока.